Рассчитывать всегда. Рассчитываем и выходим на поле, чтобы добиваться положительных результатов. К сожалению, не всегда получалось. В принципе, при определенном стечении обстоятельств это могло получиться, но в целом, если брать осознанные моменты, я думаю, что торпеды выглядели более класснее. Хотя у нас тоже были определенные моменты, но если так в целом брать, то все-таки будет правильнее. Для футбола, для нас, конечно, нет, потому что соперник выиграл. Сегодня команда была обескровлена большим количеством потерь. Как вы находили решение по составу сегодня? Ну, мы и так уже на протяжении долгого количества игр находимся в определенном лимите и пытаемся как-то латать те дыры, которые у нас есть. Конечно же, даже учитывая дисквалифицированных и травмированных, все равно нам не хватает много человеческого ресурса, можно сказать, потому что очень короткая обойма. Игры подряд следуют и практически, да, у нас нет варианта ни для какой ротации. Мы только так подходим к играм, кто, как говорится, в строю и теми играем. И даже о том, чтобы говорить, усилить со скамейки даже речи не может быть. Поэтому понятно, что по сравнению даже с прошлой игрой, я на той пресс-конференции отмечал, что мы в каждой игре, у нас оборона в новом сочетании уходит. Хотя оборона это самое, что должно быть стабильное в команде. У нас даже по прошествии той игры, да, два изменения. Поэтому тяжело на что-то больше рассчитывать, когда у тебя просто даже номинально нету защитников, да, своего ампула, которые должны выступать в игре. Поэтому у нас, конечно, это уже надо признать, что есть определенные проблемы в этом. Ну, посмотрим. Сейчас четыре человека у нас добавятся к предстоящей игре. Будем думать, да, надо предстать, вталять и, как говорится, зализывать раны, которые мы получили в сегодняшней игре. Сего дня дебютировал Аразов. Не рискнули дать ему большее время? Не, не рискнул, потому что он недавно только тренируется. У нас еще такого какого-то большого понимания нету, как его использовать, во-первых. И второе, да, его функциональное состояние. Потому что у нас практически мы работаем на восстановлении. Он, можно сказать, там в какой-то малой группе тренируется. Он в общекомандных действиях еще практически не принимал. И, конечно же, новичка надо встраивать. На это все надо времени. Просто так взять и выпустить человека. Я думаю, это немного неправильно. Будем потихоньку подводить, и тогда уже, наверное, будет человек получать больше игрового времени. Спасибо. 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 Спасибо.